итак главное что воспитание ребенка главное это хорошая атмосфера вы ее создали хорошо теперь вовлеките ребенка в служение вовлекли теперь волевой импульс девочки творчество мальчики спортивная секция это сделали теперь хорошее общение школа дает хорошее общение нет что может дать хорошее общение ребенку нравственная школа да есть воскресные ведь не церковные школы там да и дают нравственное образование да есть секции спортивные там тоже часто культивируют нравственность посмотрите побудьте на тренировке посмотрите тренер культивирует детях нравственность если культивирует отдавать а что касается школы я как бы не буду вам ничего навязывать но мой опыт современной жизни вот именно современной жизни показывает что люк лучше всего чтобы дети социализировались в секциях на тренировках понимаете они в школе потому что социализация в школе часто приводит к поражению понимать потому что там когда детей разных категорий собирают вместе это как курятник они там хватают только самое плохое они самые хорошие поэтому сейчас очень дешево очень дешево просто за копейки есть просто крутое домашнее образование и то есть по интернет ребенок просто учиться вот таких преподавателей самый лучший преподавать преподают сейчас в интернет ну то есть это просто записанные уроки и при этом можно следить за детьми как они их там учат а дети могут при школе при какой-то сдавать экзамены но вы скажете они тогда отвечают вот чтоб они не отвечали те же деньги которые вы вкладываете в школу отдайте на тренировку ребенка пускай он тренируется пускай он развивается как личность на тренировках а учиться дома а еще лучше взять детей вот есть женщина который любит с детьми возиться взять таких детей на домашнем образовании соединить вместе там пачками допустим шесть-семь детей вместе собрались у каждого свой курс и одна женщина следит а все остальные приходят не домой забирают потом и платят денежку за то что она следит за теперь дети при этом получают какое общение общение правильной нравственной среды равных вам потому что есть люди отсталые как бы они вообще не как бы мат или мат понимать и дети этих людей тоже такие же еще ваши дети получают осквернение только в жизни поэтому я не сторонник школ общеобразовательных к сожалению сейчас современным я сторонник секции кружков всяких воскресных церковных школ сторонник и сторонник домашнего образования чтоб детей не портить детям мозги психику от неправильного нежелательного общения почему раньше такого не было потому что раньше в школах было очень две вещи которые были в школе раньше первое однополое образование не разрушил не разрушала психику детям потому что когда дети пересекаются мальчики с девочками после полового созревания у них начинается психоз то есть вот это вот вот это вот состояние но родители уделяется почему моя девочка озверела почему она там юбки какие-то рваные носит почему она как бы курить там или еще что-то это результат контакта с мальчиками почему мальчик там гребешком волосы носят там прокалывает себе все что можно проколоть это результат контакта с девочками они не могут самовыражаться как мужчина вот пальчик он же не может показать что он как бы хорошую работу имеет там да он чем богат тем и рад потом можете прокалывать нос допустим прокалывает том что больше ничего не может она же как-то выделяться и девочка тоже самое она же не может какой-то красивый дорогой платье одеть но рваная может одеть вот она и рваная девать что как-то отличаться от других девочек вот и вся система и у родителей капец как тяжело вот с такими детьми причина осквернения вот это половой это такое глубокое знание трудно достижимое люди не понимают что значит осквернение но мальчики когда воспитываются вместе с мальчиками чистая среда они хорошими вырастают людьми а с девочкой женщины встречаются когда его психика уже созрела она способна переваривать женскую энергию когда наступает половое созревание у человека появляется очень сильная зависимость тяжелая болезненная зависимость от противоположного пола и эта зависимость вызывает психики грезы страдания человек мучается он не знает чем дел особенно если еще на мозги капает это все понимаете постоянно где-то только после 17 18 лет ребенок реально крепнет психически рядом с противоположным полом и способен как-то выдержать эту энергию у детей вот после полового созревания вот эта энергия половая она просто зашкаливает настолько сильно найдет мощно что дети они у них нет силы воли и разум еще не разу и они просто с ума сходят от этого все понимаете поэтому зрение культуре мы говорим аборигены жили да это мы аборигены понимать они знали все как надо делать правильно они девочка воспитывали отдельно мальчиков отдельно мы они могли сначала вместе воспитывать да там 8 9 лет а потом разделяли детей потому что нужно было защита от этого влияния вот это вот институт благородных девиц там до мужская гимназия до мужчин как воинов воспитывали как таких сильных а девочек как нежных ласковых это институт благородных девиц да еще сто лет назад был на руси там 120 можно самим искусственно это делать то есть девочек вместе собирать и учить вместе мальчиков вместе делать такое образование если не получается ничего страшного значит ребенок будет каблучить потерпите если он у вас он так себя ведет вызывающий в таком возрасте 12 13 14 15 лет значит надо просто терпеть вы с ним ничего не сделаете у не с него шквал идет из-за того что он себя не контролирует вот если в меня сейчас попу иголочку сувать я буду лекцию человек вы думаете олег иначе какой-то злой человек просто мне в попу иголочку сует тихоньку незаметно а я читаю лекцию злым человеком стал почему потому что есть энергии которые не могу ничего сделать она мне делать больно так и дети тоже они не злые становятся они просто не могут контролировать себя их захватывает вот эта энергия разрушительная энергия противоположного пола это вот немножко какие-то ключевые моменты о воспитании детей обычно воспитание детей побеждают решительные родители которые не стандартно подходят к этому вопросу стандартный вопрос в садик отдал школу да и занимать своими делами вот можно куда-то конечно отдать вопрос куда потому что запомните в этом мире существует одна сила которая вашу судьбу создает сила понимаете это сила это не просто к сила эта сила называется сердечное общение не просто поговорить чуть-чуть а вот именно сердечное запомните дети только сердечное общение включают у них другого общения нет потому что они очень искренние и наивные люди дети вот они пришли в школу у них чего идет сердечный обмен означает что они наполняются друг от друга чем дерьмом в основном потому что когда нет разума включаются какие законы законы джунглей вот за джунгли там кто главный тот кто хуже понимаете они тут лучше в джунглях лев который всех крыбет там ненавидит рчит на всех он уважаемый человек а олени вот добрые олени которые никого не рвут не никого не всех уважают всех любят они забитые и несчастны это школа вот школы дети приходят у них разума нету детей кто там будет главной школе девочки какие самые будут влиятельные который имеет пошлое образование понимаете они будут показывать пример как на себя вести и все девочки не пошлые будут чувствовать себя рядом с ними как униженными и слабыми вот я помню я четко вот помню что я в школе чувствовал себя слабым ребенком но в начальной школе пока мне не отдали на самбо вот это мое было и воспитание я воспитывался не вскоре я воспитывался в секции самбо там мой тренер он из меня делал мужчину он был очень нравственный такой человек добрый как мужчина и он нас гонял там я равно собирался с ними с нами рассказывала нравственности мужчина кто такой вот как как стать мужчиной как побеждать судьбу и потом мы боролись сражались там и все прочее мы учились быть мужчинами и вот это была моя жизнь то есть я на самбо развивался как личность они в школе когда приходил школу я видел что там управляет всем быдло ну то есть дети которые морально неустойчивый ведут себя агрессивно и они были в центре внимания а все дети которые нормальные они были зачуханы и забиты но если бы это была профессиональная среда вот дети допустим не просто собрались вместе урок послушать а у них есть какая-то цель это есть тренировка то там дети подбираются друг под друга там быдла нет понимаете они не смогут тренироваться такие дети ну допустим шахматисты шахматистами до танцоры с танцорами то есть получается ты получаешь воспитание в своей среде и плюс под контролем старших еще это сам самый лучший вариант вообще воспитание детей ну ничего страшного нормально он же сражается там с мальчиками тоже нормально но лучше мальчику тренер мужчина потому что мужские качества нужно развивать женщина тренер нормально но лучше мужчин потому что есть кружки там которые развивают творческую энергию человек она может творчески преподавать шахматы понимаете на женщину но нужно более победе мужчине не нужно творческой энергии мужчине нужно более победе понимаете еще раз хочу вам сказать что среда в которой вы находитесь то есть глубокое искреннее общение является судьбоносным другими словами вы через эту среду наполняетесь чем-то что у вас что-то наружу вытаскивает а что-то закрывает но только то есть другими словами от близкого общения от глубокого общения у человека формируется его судьба оказ и поэтому тренинг культуре говорится самое главное человеку в жизни выбирать близкое общение вот допустим села с родственниками по обкакивала страну потом пришла на работу я уволили почему потому что ты настроилась на что на неприязни к старшим а если ты настроилась на неприязни к старшим то старший чувство будет делать тебя увольняют зачем такой человек нам нужно работать все понимаете то есть близкое общение является очень сильно влияющий нас жизнь человека фактором а вот с кем ближе всего сейчас люди общаются в современном обществе сможем женой нет с кем вот гадайте с трех раз с телевизором и не просто телевизором а с художественными фильмами так вот человек смотрит во все глаза и это есть самое близкое его общение а кто там нам дают передают свою судьбу что за люди актер да это вот как это вот ленин в октябре да там актер он пытался ленина сыграть и начал так жить как он представлять кто что за люди там вот этот голливуд это в основном голубизна это люди однополых браков с очень развращенной и развращенной жизнью понимаете эти люди которых вы смотрите они вам передают культуру своего сердца и вы наполняясь этой культуры почему-то лишаетесь семьи лишаетесь друг друга потому что вы строите близкие отношения не с теми вот это и есть самое настоящее зомбирование это художественные фильмы есть конечно нравственные художественные фильмы но и почему никто не смотрит они тоже есть есть хорошие даже есть хорошие детективы например белое солнце пустыни классный детектив там показывают как надо вот все актеры показывают как надо вот никто не выходит из равновесия не абдулла не сухов нити вот мужики когда граната взрывается они сидят там мудрецы не шелохнуться все спокойные понимать или фильм начинается сухов подходит к этому ксаиду до саид зарыт по шее ну хоть бы пожаловался пинать он спокойно так зарыт по шее даже тот его отрывает он даже отвернулся такой нормально он как бы самодостаточным думает о боге постоянно и поэтому не унывает только так можно вот таком состоянии находиться это называется состояние святости понимаете тебя зарыли по шее тебе надо умирать а ты не унываешь и он его отрыл такой развязал тот смотрит на него как то тебя кто тебя зарыл но по-доброму спрашиваю кто тебя зарыл этот сухов а тот отвечает абдулла или абдулла тот же самый он такой как сухова обращается но враг да тут у стрелял почти всех убил там он к нему обращается ты зачем убил моих людей улыбается и лета-то сухов подходит к этому там пограничнику да бросает туда ему гранату динамит тот закуривает и назад динамит срывается и тут ничего нормально а тот тоже от него закуривает как бы и назад и потом этот как бы высовывается пограничник говорит ну заходи такие убил чуть не убил его проблем нет все добрые все контролируют себя никто не боится ничего понимаете и вот это атмосфера доброты смелости храбрости самоконтроля весь фильм вот этот вот почему смешно то все потому что вот такие люди но сейчас же таких не показывать сейчас показывать каких-то идиотов которые там орут страшилки какие-то устраивают какие-то призраки появляются духи знаете когда человек смотрит фильм и вдруг неожиданно какое-то страшное существо выходит и начинает пугать да или что-то происходит знайте что это все не является каким-то приколом это не прикол это реально злой дух входит в вашу жизнь почему потому что злые духи действуют через эти страшилки вот если ты допустим до посмотрел фильмы там какой-то там человек паук там бэтмен сейчас же дети они у них бэтмен и вот эти вот герои главный да а бэтмена гудменом не назовешь понимать вот в результате вот понимаете вот у него не гудмен становится и кумиром понятно да и он перенимает от этих злых духов перенимается в сердце это все заходит глубоко ребенку и он от этих артистов от этих страшилок люди наполняются всякой фигней и потом удивляются почему они так живут от чего наполняешься таким становишься таков закон вот вы говорите лекция ли олегинач начала слушать вся жизнь изменилась выкиньте телевизор или включать там только нравственные фильмы есть куча разных сериалов духовных куча просто есть допустим фарук омар фарук омар такой сериал там показывается вот самого начала как зарождалась мусульманская вера кто такой пророк мухаммед как он жил вообще его нельзя показывать но там все вокруг него показывали и такой классный фильм вот эти вот отношения глубокие как люди строят как они за ради бога жизнь отдавали то такие вот эти вот первые мусульмане как они верили бога там и так далее есть много ведических разных сериалов таких очень мощных которые показывают эту всю культуру древнюю это не просто они там на придумали это прямо по ведам понимаете прям по ведам все записано вот допустим есть такой сито и рама медически много там 100 серий по моему много серий 300 но они там по 20 минут там и много серий этот фильм если вы хотите узнать как строить отношения между мужчиной и женщиной посмотрите этот сериал вы увидите как мужчина к женщине правильно относится и увидите как женщина к мужчине правильно относится вы убите идеальные отношения понимаете там все показано правильно потому что рама это сам господь а сита это его супруга вечно и и дети отношения правильные как вот воспитывать детей как относиться друг другу там прямо вот она смотрите и впитывайте в себя эти артисты прямо идеально показали все это чистая светлая память после этого сериала в сердце заходит и так далее много всяких про жизнь святых людей про жизнь христа там тот же самый фильм остров замечательный где показывается вот это что человек который чуть не убил человек тот человек которых чуть не убили он выжил но прожил жизнь зря да а тот который чуть не убил он потом раскаялся всю жизнь и стал святым и потом они вместе встретились